Возле шестой школы на улице Металлургов рабочие укладывают последние плитки покрытия спортплощадки. Немного мешает погода, но в целом в сроки укладываются. Порадовать детей новыми тренажерами в образовательном учреждении хотят уже 1 сентября. И это не единственная приятная новость для учеников и педагогов. Проблема школы – это спортивный зал. Мы были весной с Вадимом Евгеньевичем, посмотрели на всю ситуацию, которая вот и сейчас перед нами. Ну и, соответственно, Вадим Евгеньевич принял решение о выделении денежных средств на ремонт спортивного зала. Сейчас уже проектная документация составлена, выбирается подрядчик. И я уверена, что к середине сентября приступит подрядная организация к работам. Это очень необходимо, просто необходимо. Потому что дети занимаются вот в таких условиях. Зал не ремонтировался вообще, наверное, со времен постройки здания в 1958 году. Мы постараемся максимально на свежем воздухе на сегодняшний день уроки проводить, если позволит нам погода. А так будем варьировать расписание с учетом того, что ремонт не будет сильно затянут. Поэтому какие-то уроки, возможно, перенесем на второе полугодие. На ремонт спортивного зала из городского бюджета выделили порядка 5 миллионов рублей. Здесь приведут в порядок систему вентиляции и освещения. Выполнят косметические работы и установят спортивный инвентарь. Новым спортивным объектом 1 сентября порадуют и учеников 15-й школы на улице Гагарина. Там подрядчик уже закончил обустройство спортивного комплекса. Дети могут заниматься и во время урока физкультуры, и внеурочная деятельность. Вот там можно посмотреть, есть нормы ГТО, наши учащиеся очень с желанием сдают. И где подготовиться, в принципе, уже появилась такая возможность. Я благодарю ваших родителей. Весной этого года мы объявили, ну такой, можно сказать, конкурс борьбы за у кого будет расположена детская площадка. И вот большинством голосов такая спортивная площадка в индустриальной части появилась в 6-й школе и у вас в 15-й. Также у нас есть, будут изготовлены, установлены площадки в Серпантине на Гридинской горке и юбилей на 22. По школам у нас в планах это все завершить до 1 сентября как подарок. Основное это выборка грунта, подсыпка шлака, трамбовка, песок. Далее уже установка самих площадок, то есть турников, брусьев и так далее. И затем уже около 20, резиновая плитка, покрытие. Новую площадку уже успели оценить маленькие спортсмены из соседних домов. К слову, приходить заниматься на объект могут все желающие. Еще два таких спортивных комплекса появились в северной части города, у школ номер 33 и 29. Мария Ебеленко, Александр Беспалов. Новости. Мария Ебеленко, Александр Беспалов. Новости.